следующий момент нет мне давно кружка пустая давайте расстаемся на 3 минуты я на кухне а дальше опять начинается то же самое моему огромному сожалению настолько эти неправильно воспринимается все это из наших друзей в данном случае с грибов тоже сделали ненавистыми если не мы больше никто никогда нигде ближайшие 100 лет не разоблачить это и так беспощадный убийца деревьев ну все с ума с этим уже только от одного названия ваших соток авторитет огромный но я бы обратился к самому главному из этих шестьсоток угомоните своих этих помощников как калечить деревья пожалуйста элементарные вещи не знают и так беспощадный убийца кого имели ввиду правильно имели ввиду гриб трутовик вот он вот помните вплоть до этого до паяльной лампы идиотизм достиг своего предела вот как откуда они берутся вот и один фильм показал вот палец вам показали беспощадный убийцу вот видите пальцем вот это есть страшный беспощадный убийца на самом деле очень милый гриб вот сегодня по телевизору показывали была передача в опять же в эту усадьбу в эту канал вот так и там мужчина он не просто нашел опята он их нашел на березе и в на высоте вот так нас лучше выше выше на высоте 2 и выше метра он их собирает и все чтобы скушать их объявили беспощадным убийц беспощадный вот это на самом деле страшнейшая ошибка откуда эта ошибка берется в начале появляются такие как это она мне попала на языке я не могу уже давно бы уничтожила хотя бы это хотя бы это кино вот все же начиналось еще миллиона просмотра и вот она подбирает такую фотографию чего она не знает в принципе она физиологи дерева не знает ли не вот эта ветка легко придумать что на лишние вот видите лишнее и правильно вот это правильно вот знаете теперь все дерево вот ему так нужно было это рано давайте посмотрим сюда на самом деле кто-то взял и сказал что вот эту самую пилу ножовку надо рекламировать она не соображая ничего использовала для того что якобы надо отрезать ветки дереву ненужное и вот так вот людям такое легкомысленное отношение внедряется а потом появляется гриб трутовик сейчас я вам покажу и так пусть это будет второй раз вы не обидитесь почему все равно меняется сустав хоть и медленно смотрите итак я беру мертвое дерево это я пилил вот угробил соседа пилил я не бросилась глаза вот это вот гриб вот он трутовик вот давайте хоть раз разглядим и как можно с ним бороться вы если бы были повнимательные студента будет 10 и 9 бы не поняли чем хитрость а мы с вами уже не новички его вот внимание я сделал распил еще раз внимание еще ближе прямо через рану видели дерево мертво отчего на мертво вот это все но обвинили гриб заметьте обвиняет гриб возвращаться будем обвиняет гриб так а эту рану никто не обвиняет эту ран обвиняет железу только все не один на всей планете когда я говорю что гриб абсолютно они тут не то есть это опасно не опасно нужно не нужно это его работа его работа по переводу деревом в этом же такое состояние когда он должен справляться свою работу и будет справляться и плевать на не того что вы его ненавидите он выполняет свою работу не надо было вот эту страшную рану соседу делать уже поняли распил еще раз я уже медленно распил через равно специально вот так хитро я сделал и вот он откровение внимание давайте посмотрим и это один разочек по-настоящему теперь вы видите что рано распилена поперек теперь давай смотреть естественно что сюда попал мороз вот он сюда попал так и сюда попал в результате была уничтожена от мороза сердцевина вот она уничтожена пришло время гриба сюда естественно попали споры этого гриба трутовика работяги трудяги могу ему низко поклониться поклониться трудяги и теперь он выполняет свою работу причем половина гриба находится снаружи ну это наружное тело по его по разуму называют а половина находится внутри но давайте теперь всем бороться беспощадным убийцей ну ни хрен было вот эту рану делать и вот этого бы не было бы причина вот это это вот пьет это мое обвинение в адресу тех кто абсолютно ничего не соображает абсолютно абсолютно нашли беспощадный убийца и так еще будет на ближайшие 100 лет и поняли почему начинала 900 тысяч просмотров просмотров а вот уже два миллиона сто шестьдесят тысяч просмотров наверное уже и три есть вот это идут это было в шестнадцатом году инструкция по уничтожению деревьев да еще каким ангельским голосом какой черту беспощадный убийца работяга выполняет свою работу ни разу ни один такое впечатление за сотни лет ни один специалист не распилил попылек до дерева я тебе назвал лица патолога она там на планете единственный покажите второго как вот это не понимать это не убийца убийца тут тоже тут взял вот эту страшную раду не было бы это страшные раны не было бы тут гриба ну куда наглядеть а когда весь суток это проходить будет это еще жучее знаете почему сейчас вы те кто меня понимает сейчас упадете сосулем взялись покрепче кора после обработки должна быть на очень гладкой вы представляете полностью убрать кору уничтожить дерево убрать кора за ней идет камби вы видите гладкой гладкой и это 65 страница книги я представил себе вот этих бы людей да у него руках это что-то скребок и этот самый щетка по металлу все специально позицию как убивать деревьев вот представим себе человека вот хорошо будет тому кто это придурал поставить дадим опыт он еще живой за базар отвечаешь это современный сленг такой за базар отвечаешь конечно а как иначе то вот и лечил дерево а давай теперь разденем тебя от этого вот или возьмем допустим кого-то постарше ну допустим твое родственника может но много-много вот у него же пигментные пятна на на коже вот у него уже эти самые пятна уже грибы мы их не видим а грибов на теле ой сколько даже не догадываетесь все тело в грибах только мы их не видим так сказать это они не так заметно а теперь давайте до этого соскоблять их вставляйте зеро то есть фактически содрать живем кожу возьмете снег а дерево такие же живы вот это дикость несусветная вот еще ниже части расположена переходное место это самое чем ниже тем она опаснее для дерева беззащитнее как она защищается для нее для дерева вот этот мох для чек для чек который вот она это дерево прожила длинную жизнь она спасла с тем что оброслом хом она оброслом хом как шубы это его шуба мы знаем прекрасно что с севера обязательно в лесу заблудились вылазить надо битву по моему чуть уникальдом но почему такая невежества вот с севера мы знаем мог все уже сориентировались надо идти на север или наоборот ага мог севера до якина и ныдя мой всегда с севера миллионы деревьев все. Миллиард деревьев. Мок с севера. Триллион деревьев. На всех триллионах я про старые деревья, про возрастные. Мок с севера. Хоть бы на одном. Нахрена его сделать-то? Вся планета покрыта деревьев хом-шубой. Когда диетизм этот кончится? Как могут люди, не просто недалёх, не просто. Чего же есть-то своими советами-то? Даже не понимаю, что дерево с севера защищается именно этим хом-от-морозом от северного ветра в данном случае. Ну, заставь молиться. Вот мой вывод. Ну и когда всё это исчезнет? Когда я перестану твичить людей, деревья убивать? Это моя слива где-то через 25-28 лет после посадки. Посадка в яму. Вот, крепкая, зараза, держала, китайская слива, крепко держала, да держалась. Но всё-таки она мне столько дала такие урожаи. У меня все роскошные сливы, это потомки. Какие потомки? Вегетативные. То есть, вначале я с ним брал косточки, выросёл, прививал и выросил несколько поколений роскошнейших слив. Вы видели, слюни текли. А эта слива послужила мне учёбой. Она была посажена вот в такую глубокую яму и сразу завелась плесень. А я наблюдал. Не умирает, не умирает, плесень разрастается, не умирает, не умирает. Помаленькую яму уменьшалась сама. Почему? Корни же поддавливаются, они растут и чуть-чуть почву приподнимают. Холма не получилась, но яма почти исчезла. Но пришло время, на кудраности и опять говорит, тортовик, вот это дерево спустя какое-то время. Вот. Сейчас тут раз, вы помните, абрикосы растут молодые, уже плодоносят, вот между ними. Тут посажут, тут посажут. Она спилена, но спилена была после 32 лет жизни. Она действительно крепкая, она надёжная. Абрикос бы давно сгнил, груша бы давно сгнила, отслевать, так же, как яблони, терпит. Этого разница между теми и этими. Вот. И вот он, гриб тортовик, которому и этому кладюсь. Дерево начало погибать, именно из-за вот этого начало погибать. Снабжение верхушки всё хуже, хуже, снабжение хуже, хуже, и верхние ветки начали отсыхать, я начал их отрезать. Туда не заходил сок. Верхние ветки умирали. Нижняя мне голову не приходила отрезать. Вот как сложилось, так сложилось. И ещё года два-три, и тогда я её спилил. Вот. Потому что неудобно было прямо посреди сада. Вот такое, знаете, каждому не объясняешься, вот тут мимо идут, идут, зачем? за сарцами, туда, в ту степь. И люди идут, а мне каждому объясняю. Вы знаете, вы не пришли внимания, это мой экспонат. Это для учёбы. Короче, спилили, до сих пор жалею. Так, ладно, поняли теперь. Всё начинается вот тут, и всегда, когда болеют, отсыхают верхние ветки, не смотрите вверх, ничего там не увидите. Не боритесь с этим грибом. Если кто-то думает, что срезал бы этот гриб, помните, до зелёного, вырезал, потом дерьмом замазал, вот потеря бы восстановилась. Никогда вот это, вот это не вернёшь. Всё. Молодость никогда не вернётся. Глупости миллиона разовые, триллиона разовые, когда говорят, берите, опрыскивайте, опрыскивайте, опрыскивайте. И вот, пожалуйста, это я вам всё специально рассказал. А это, пожалуйста, официально. Если появились грибы трютовики, то и срочно удаляем. Ну чё? И поняли, что это глупость, дихость. Зачищаем места поражения на здоровье тревесины, дезинфицировать, тебе руку поролся, взобдал нашу товар, ничего не даст. Но почему люди этого не понимают? Гриб трютовик это работяга. Он на своём месте. Это его место. Законное место. И уничтожим трютовик, дерево не вернёшь, ни молодость, ни одного дня молодости не вернёшь. Ни единого. Ни часа, ни секунды. Умираете, будет дальше умирать. Так, ну а так как мы полтора часа проговорили, теперь можно говорить о таких серьёзных вещах. Вот. И время трения возвращаться. Я считаю, что это моё право. Вы просите, кружка опять пустая. Ещё поговорим немножко. Вот кто-то уже может отключаться. Вы уже поняли, что я спас от глупости работы, покупки этих шпателей, скребков, этих самых щетков по металлу. Я вас спас от этих самых глупо, ненужно работы, от опрыскивания, от перекопки почвы. Это те, кто новички. А среди нас половина людей, которые вот, я сам иногда думаю, пора сдавать уже им эти права на лекции. Ну, ещё пока это, держусь. Я пойду на кухню ещё три минуты. А мы с вами ещё поговорим почему. Потому что я многое знаю, то, что рассказывал, это всё противоречит, противоречит, противоречит общепринятой практике и даже теории. Даже в теории этот гриб-трутовик несчастный. И то просто муравьи признаны нерятым злом, окружены дикой злобой. Вот это всё уже жизнь просто не зря. когда-то перевернётся всё это, но есть вещи фундаментальные. Нам нельзя двигаться вперёд, пока мы не разберём до конца вот это вот. субтитры и